Александр Николаевич, а у Вас вообще было ощущение, что война настанет, наступит все-таки? Ну как ощущение? Я трактористом был. Ну даже не думали, что война будет, да? Никогда. Не думали. А как Вы узнали о начале войны? Сразу как я, да, приехал с поля и уже сказали, во, война, 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 война и все. То есть Вам односельчане сказали, да, или родственники, близкие? Ну тут знаешь какая была, тарелочка одна эта, около ее там все, все слышали. А Вы что-то думали о причинах войны, почему она началась? Нам уже все рассказали тогда. Я же тогда член партии был. Коммунистом. Вот 22 июня речь Молотова была, передавалась. Вы ее слышали? Не слышали. На полях был. А 3 июля речь Сталина слышали? Тоже нет. Тоже не слышали. Ну а помните, в каких сражениях участвовали? Много, ой много. Вот этот последний у меня Кенигсберг. Взяли Кенигсберг, а я в авторомашеводе был. Этот машину свою отдал старикам. А я раненый, меня не брали. Я из 300 человек, нас, наверное, человек 30 осталось. И вот потом в бой пошли. Ну что еще? Алитус. Вот запомнил. Это Алитус. Это город такой. Ну а бои как? Порша. Основное Порша. Потом еще какую-то... Я напрямую наводку выводил в гору. Тихонечко выехал. Пушку поставил там на горе. Она напрямую наводку. Ну и оттуда ехать. Тихонько тоже. Курлы, курлы, курлы. На тракторе же я. На Ч-5 был. Тихонько ехал, как он начал. Поливать нас. Минами, минами. Сильно. Ну и бой был. Потом они напрямую же накладку. Я за ним не ездил и все. А он тут сыпал, сыпал. Я уже с трактора даже убежал. Трактор пустил. Он вниз, вниз, вниз. А вниз это не берет. Все же взял. Я потом на трактор залез. На ходу. А расчета уже нет. А он пешочком убежал. Я же как? На трактор расчет. На трактор боеприпасы. На трактор все... Вандирование. И сами ей пожрать что-нибудь. Все делала. Все в кузове. Было так. Это когда я... Ну, убился или никак. Живой. А все равно ведь что-то радостное было, да? Вот самое радостное событие можете какое-то вспомнить? Радостное что? Уже когда война кончилась... А я танк-то отдал старым ребятам. А тут обратно я в эту... В казарму уже приехал. Вот тут как ночь... Как сказали, что война кончилась. Ой... У меня еще этот... Пистолет был к ногам. Я и сиву полил. И автоматы тут пошли в ход. Вот тут было. Ну, все равно. Радостное. Живы остались. И все. Ну, вот, конечно, мы знаем, что солдаты проявляли огромный героизм во время войны. А что придавало им мужество? Что было источником мужества? Бились мы за свою родину. Вот и все мужество. Мы ждали, за кого идем, за кого шли. Это вот сейчас здесь и такое. Я не это ждал. Я ждал так, как со Сталином мы жили. Вот на ваших глазах было такое, чтобы вы видели, что кто-то совершает какой-то подвиг? Вот это невозможно было сделать. А вот кто-то пошел и сделал. Такого я как-то не видел. Ну, то есть, вот война, она и война шла. Да, она каждый день война была, как подвиг, правда? Еще какая, да. Каждый день как подвиг была. Что тут говорить? Каждый день, да. Каждый день. Ну, а вот орден Красной Звезды. Орден Красной Звезды это, да? Да. Это за что вам дали? Это уже меня, как военкомат дал меня. Я, по любому, это как со своей части у меня увезли, я не помню как. Все забрали и все, и на этим конец. И вот потом уже я приехал в 47-й год сюда. Меня нашли они только здесь. Меня никак хотели. Когда меня ранило, после ранения я отлежался, меня комиссовали и хотели отправить обратно в Новокузнецк этот. В эту же часть. А там щипку плохо было. Никто не говорит, но жрать охота была. Ну и я маленько приостановился. Я, как покупатель приехал, встал нас по алгебре там, по еще, по русскому языку. Это все спрашивать. И все, что здесь я до офицера должен. Ну а я, все, хуже-то хуже, как плохой человек. И он уехал. И я остался. Тут танки пришли. Танкисты. Это в запасном полку. Танкисты пришли. Пойдем. Ну пошли. Вот я и там учился, и учился. Валитусы в этом. Нас 300 человек набрали они. И все. Вот так вот было. Все-таки какая награда вот для вас, самая дорогая? А кто, я знаю. Ну какая. Меня вот, когда вывезли с поля воли. Мы ж тогда, как, переправу охраняли. Перед нами пошли танки. А мы били. А немец прилетел по этой, по реке. И этот, ну давай, там его делают. Там мост, как, понтонный же делают. Ну вот, делают этот мост. И он налетел. И давай по им, бить им, по нам. Наши бьют. Тут и все. А я еще помогал снаряды таскать. Александр Николаевич. А с каким чувством вы вот шли на войну? И с каким чувством возвращались? Какое чувство? Возвращались, конечно, вот какой высокий. Вроде как... Радый, гордый. А вот туда отошел и нос повесил. Когда в Москву проехали, а туда дальше пошли пешком. А во время войны вот у вас было чувство, что вы победите? Или сомнения были какие-то? Нет. Потом уже стали, когда... Вот, когда уже я был в этом... Ну, в учебке. На танкиста я когда. Вот тогда уже бодро думал, ну все. Ну и победили. Ну, а тут хлоп меня. Забирают и повезли этот... Ах... Дальше. В общем, в 60-е. Танкистом. О битве под Москвой в 41-е. Вы что-то слышали в то время? Тогда уже я был в Можайске. Когда отбили... Можайске самая битва была. Вот я в это время попал туда. А потом было там... О и сколько. Ну, расскажите немножко, что там было? Вот что там было? Ну, вот... Основное я еще запомнил. Я на тракторе ехал. Грязь. Вода. Дождь. И я ездил за этими... За снарядами. А навстречу и попутно, и навстречу пехота. Один снаряд на плечо и пошел. И к нам в животе подносили. Вот... Знаешь, как шибко видал такой. А вот ваше командование, Александр Николаевич, кого вы помните? Кого-то из командиров, из начальства? Кого больше всех? Помните, я все забыл. Был старшина. Да, не знаю. И командир роты. Все это было. А какие-то минуты затишья были? Так вот, чтобы час не было битвы, два часа не было битвы? Нет. Это было много. Вот о чем-то разговаривали там? О полководцах разговаривали о наших? А как же, без их... А как к Сталину относились? Да его все любили. Вот сейчас-то видите, как о Сталине говорят. Кто, говорит, очень жесткий был. Жесткий был. А правильно он. Вот мне так, я не думаю. Если бы он не держал нас... Так. Все Берия там делал. Вот это убийство, все Берия делал. Уже нам потом говорили, рассказывали. Это все Берия. Берия же хотел как... Всех... Эти... Кто... В тюрьму попал? В лагерь, в лагеря. Вот с лагерей взять и всех вооружить. А вот... На фронте же были люди разных национальностей? Всех. Вот как вы тогда жили? Были какие-то конфликты? Дружья были. Нет, друзья. У нас, я помню, вот в училище был старшина. Такой его. Его не любили. Но с нами он уже не поехал. Какие национальности были? Да всякие. Все, все. И чешмеки, и хорошие, и русские, и татары. Да все. Дружно жили, да? Дружно жили. Там дружно жили. А была какая-то вера в Бога? А вот, что про Бога-то кто-то помнит, а кто-то... Кто-то и нет. Как я, такой я. Я без Бога шел. Вот так. И сейчас не верите? Сейчас, по правде сказать, я еще в Кайле жил. Там мне книжку дали. Один поп. Я его вытащил. Он засел на моей покосе и подошел, вытащил. Он книжку мне дал. Я эту книжку почитал. Ну, мало-мало. Ну, мало-мало. Тут к одной потом уже тут ходил. Ну, все, думал, сходи куда-нибудь к ним. А потом, церковь эту раза два я находил. Молиться я... Вот душой-то я переживаю. А все равно. Вот не хуже этого Тулеева. Что он... Он верующий. И я вроде переживаю, а... Так... Можно и не сказать. Нет. Можно ведь. Ну, то есть, когда что-то, мы все говорим, Господи, помоги. Бог. И клятва разные. Как вообще вот у вас воинская дисциплина поддерживалась? Вот за счет чего? Там как-то... Ну, есть, были. Были в этих... Я же охранял их. Были. Которые... Карцер-то шли. Все были. Потом вот... Я... По этому Каунасу... Был как... Ну, под рулями ходил я. И вот в этом... Как-то набрали... Человек десять, наверное. И офицеры там, и неофицеры, и все. И пласт... На пласт вывели. Иди... И... Чё сделай? Команду имей. А чё, как команду? Строиваем. Ну, вот пришлось. Заставили. Пошел. А вот о приказе 227, ни шагу назад, слышали? Ну, это уже не нам дело было. Это... Кто на смерть шел. Это для них приказ был? Да, этот приказ для них был. Ну, а как вы относились, что есть такой приказ? Надо, значит. Не боялись. Ну... И я скажу, и я боялся. Я один раз... У меня трактор выбрило. Прямо, да, попала эта... Мина. В мой... Я его заводить, на прямую наводку надо... Снять с прямой наводки. Я заводить. Тут Сашка. Я говорю, Сашка, твой хорошо заводится, мой плохо. Давай твой. Он... Вот так и так. Вот два компаниза. Они стоят. Ну, и мы пошли к нему. Выбождали города и села. Вот было такое, вы говорите, население потом выходило. Вас благодарили как-то? Рады были. Рады были. Угощали чем-то, да? Да, кто там, кто чем может. Но все равно чувствовалось, что население все-таки ждали освобождения этого, да? Ну, еще как. А видели вражеских солдат вот рядом в плену? В плен брали кого-то? Много видел. Ну, проходили же мимо и все. Ну, это понятно. Но в плен брали кого-то вот? Я не брал. Вы не брали? Нет, никого. Ну, а где-то у вас в части вот были пленные солдаты? Тоже не было. Тоже не было. А как относились к власовцам? Ну, разговор был, да и все. Что, мы на власовцу, что ли, смотрим. А среди ваших вот товарищей, среди ваших солдат были предатели? Нет, такого не было. А дезертиры были? Тоже нет. Тоже не было. И еще штамбаты и робот штрафников. Я про штамбаты говорил, что назад нельзя им, ни шагу. Вот они по этому приказу и действовали, да? Ни шагу назад. А что было самое трудное вот на фронте? Ну, война это понятно, это и так оно самое трудное. А самое тяжелое, это что было? Да все тяжелое. Вся работа тяжелая. Какое время было самым тяжелым на протяжении войны? Начало войны? Середина? Или уже окончание? И зимой шутка плохо было. Прямо в снег, я бы вываливался с этого. Страх, в снег бух и спишь. Пока расчет поднимет и дальше поехал. А летом еще шутка грязь. Тоже беда. А как вы оценивали вообще вашу боевую технику? Хорошо. Как бить до коламбила, ой-ой-ой. Хватало вам вообще орудий? Ну, вот оснащение всего? Было и не хватало. Трактор разбитый был. Потом столь векере дали нам. Тоже хорошая машина. А свое личное оружие у вас было? Ну, как же. У меня наган и пистолет. Ну, это пистолет и... А любовь в той войне была? Нет, у меня не была. У меня... Я... Как поехал, у меня была девочка. Она потом... Как там... Ушла... В общем, на какую-то... Учиться. В медсестры пошла? А? В медсестры пошла? Нет? На курсы она какие-то пошла? На курсы, да. А потом... С Анжирки написала мне письмо. Вышла замуж. Свою любовь вы не на войне встретили? Нет, тут встретил. И потом в Анжирке еще ее встретил уже. Она замужем была. А я уже с другой женой. Встретился с ней. Клавка, Клавка... Нет, уже Клавка убежала. Письма от кого получали? Ну, вот отсюда, с деревни получил. А кто там в деревне? Кто в деревне жил? От своих. Родственники, да? И писали тоже? Я писал. Как вам письма привозили? В треугоднички. Один человек придет. Такому-то, такому-то, такому-то раз. Когда уже оттуда пришло... Сколько раз вы вообще были ранены? Один раз тяжело. Один раз тяжело? Значит, еще были, кроме этого? Нет, только это. Только один раз тяжело, да? Ну, вот, грудь насквозь. Меня. Это где вас ранило? Да вот, на этой переправе. В плен никогда не приходилось попадать? Нет. А товарищи ваши кто-то попадали в плен? Нет, нет, нет. Нас раньше убирали. А что вы знали о союзниках? О союзниках слышали? Да, слышали. Разговор был раньше еще. Помогали они вам? Ну, как же. Вот студобейтеры пришли, уже новые. Их помощь, да? Да, помощь была. Вообще достаточная была помощь или больше разговоров? А колбаса-то все равно была. Продукты, да? Продукты-то. Угу. Много. А как вы встретили победу? А я же говорил уже. Победу. А еще раз скажите. Я спал. А мне сказали. Там, ну, гневальные, кто там все. Соскочили все сразу. Вся казарба. Угу. И давай. Кто на улицу вышел, кто... Да все было. Александр Николаевич, а вот все равно ведь после войны смотрели фильмы о войне, да? Да. Ну, вот на ваш взгляд, как там? Правдиво снято все-таки? Или как бы не очень? Много. Много есть хорошего. Много есть хорошего. Кто за душу берет, аж слезы текут. А много нет. Нет. А какой фильм вот очень любите о войне? Черт. Ну так, название не помните, да? Вот самый хороший. Это шесть часов после войны. Ах, мне поют, поют. Чтобы не плакать, а радоваться. А в войне с Японией вы не принимали участие? Я это провалялся. А мою часть отправили. А как вы думаете, вот чтобы сейчас избежать угрозы войны, что нужно делать? Медведев знает, его спросите. Ну, а что хотите молодежи нашей пожелать? Чтоб учиться, учиться и учиться. Как завещал. Работать и работать и работать. Так, как мы работали. Да. Подгладая румб, как говорят. После войны все, все, все до наших плечах было. Александр Николаевич, спасибо огромное. Субтитры сделал DimaTorzok